Еще одна школа Твери полностью перешла на одну смену обучения. Произошло это благодаря помощи депутатов Тверской городской думы, которые выделили средства на ремонт второго этажа здания школы номер 31. А также позаботились и о полном укомплектовании новых кабинетов. В день здания они посетили учебное заведение, чтобы оценить проделанные работы. Обновленное здание школы номер 31 уже ждет учеников младших классов на уроке. Однако еще совсем недавно оно лишь отпугивало детей. Само здание 61 года постройки. За это время успело несколько раз сменить владельцев, но все равно оставалось заброшенным. Рядом с ним постепенно стала образовываться маргинальная среда. В заросли, которые были здесь ранее, любили захаживать и подозрительные личности. Запрошенный парк, в котором не было никаких условий для отдыха. Деревья уже переросли сами себя. Находились люди такого антисанитарного состояния. Собаки и все остальные. Кто мог испугать детей младшего возраста? Неприятное место. Место было неприятно. Кроме того, 31-я школа до введения нового здания училась в две смены. Не хватало кабинетов, чтобы охватить всех учеников в первой половине дня. Благодаря ремонту более 100 детей с 1 по 4 классы были переведены в обновленное здание. Это позволило полностью уйти от двухсменной системы. Есть указ президента о ликвидации второй смены в школах. И вот эта начальная школа, это один из таких моментов, который дает возможность нам уйти от двухсменного образования в Твери. Очень хороший проект, очень хорошая школа, хорошо отремонтирована. Я думаю, что детям начальных классов здесь будет комфортно, удобно. Спортивная площадка, все сделано хорошо. Для их безопасности здесь сделано все. Здание расположено на закрытой территории. Работают системы пожаротушения и автоматической фиксации. Обязательная тревожная кнопка, которая передает сигнал сразу на пульт вне ведомственной охраны. Кроме того, здание полностью готовое к приему детей с особенностями развития. В школе есть пандусы, дверные проемы не имеют порогов, а также оборудован специализированный санузел. Для детей здесь создана доступная среда. Сделано занижение бордюрного камня, установлен хороший пандус на входе. В школу и также санитарно-гигиеническая комната, также оборудован. Вместе со школой депутаты решили облагородить и близлежащую территорию. Теперь рядом и детская площадка, которую полюбили ребятишки со всей округи. Она чуть ли не единственная, доступная для них игровая территория. Средства на эти работы, как и на ремонт школы, были выделены несколькими депутатами, которые уже не первый год взаимодействуют с данным учебным заведением. Евгений Геевич Печуев, Сергей Сергеевич Денисов, Светлана Юрьевна Козлова. Я как депутат по округу. Мы все вместе дальше посмотрим в этом году какой-то другой объект в другом районе. Не бросая, соответственно, те начинания, которые уже есть, дальше стараемся вместе. Это дает гораздо больше результат, чем какие-то индивидуальные действия. Депутаты Тверской городской думы остались довольны осмотром территории школы и вручили директору памятные подарки, среди которых были и волейбольные мячи для детей. Продолжение следует...